Добрый день! Доброе утро! Доброе утро! Воскресное! Спасибо, что вы сегодня с нами, к нам присоединились. Я буквально в двух словах расскажу о том, что у нас за проект. Наш проект называется «Русское пространство», которое организовано фондом SoundOut при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И он уже у нас стартовал с начала мая. Был первый концерт в музее-усадьбе Архангельское, где мы исполняли музыку Рахманинова, Мусоргского и Глинки. Потом после этого... А, вернее, мы начали с вебинара, на котором мы такой небольшой экскурс провели с нашим искусствоведом, с Марией Угольниковой, и рассказали о русской культуре, начиная с X века до середины XIX. После этого сыграли концерт 2 мая. Потом был у нас буквально вот недавно еще один концерт в Красноармейске, где Фатима Зусова, которая сегодня будет со мной вместе, мы будем беседовать. Фатима Зусова с Антоном Булкиным исполнили музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Концерт был целиком посвящен музыке этого замечательного, величайшего композитора. И сегодня мы будем говорить о двух великих русских композиторах. Это о Чайковском и о Рахманинове. Детство у Петра Ильича было замечательным, семья жила в достатке. Чайковский обожал своих родителей, очень любил своих братьев, особенно старшего брата. И как раньше было принято во всех семьях, в семьях были гувернантки. И у Чайковского не исключение, у него была гувернантка, француженка, которую звали Фани. И Фани называла Чайковского стеклянным ребенком, потому что он с самого детства очень сильно обижался, расстраивался, был очень эмоциональным. И раньше тоже, наверняка вы знаете, во всех семьях было принято обучать детей музыке с самых ранних лет. Как правило, обучали детей их мамы, либо папы. И в доме Чайковского мама его умела играть на фортепиано, но, как это действительно меня поразило, когда я изучала его биографию, то, что все были против того, чтобы Чайковский обучался музыке. Ну, на самом деле, могу я вступить в беседу. Во-первых, я сейчас еще раз хочу поздороваться с вами, со всеми. Я хочу сказать, что это мой первый вебинар, и я очень волнуюсь. Вот, первый опыт такой, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо. Мне хочется сразу вступить в диалог с Леной. Это ведь совсем было неудивительно, потому что Чайковский ведь родился в 1840 году. Как известно, первые консерватории возникли гораздо позже. То есть мы знаем, что Санкт-Петербургская консерватория возникла только в 1862 году, а Московская спустя 4 года. И, в принципе, в то время было особо не принято расценивать профессию музыканта как серьезную профессию. В основном, чем занимались люди? Это были либо военные, либо это были помещики, которые занимались своими, собственно, поместьями и передавали вот эти вот занятия из поколения в поколение. Естественно, не могло приветствоваться обучение музыке, потому что, а это что? Для чего? Такие были вопросы, да? Для чего? Что это вообще за профессия такая музыкант? Такого еще не было. Да. Во всяком случае, мы говорим про Россию сейчас в первую очередь. Да, конечно. Мы говорим про русских композиторов, про Чайковского. Как известно, Россия сильно отставала по... В развитии в этом смысле, да. Да, да, да. Да, Игорь. Как раз профессиональное музыкальное образование появилось очень поздно, и мы об этом рассказывали на первом вебинаре. Петр Первый начал вводить только эту традицию. И вот, возвращаясь к Чайковскому, да, почему, собственно, его няня была так против? Она его очень любила, обучала его французскому языку, он в совершенстве владел французским, писал стихи на французском. В общем, она считала, что для его психики это будет очень плохо, и вообще не стоит его в это втягивать. Но, наверное, так как Чайковский и был с детства уже, это чувствовалось одаренным, музыкально одаренным, это не могло... музыка не могла на него не действовать, да. И вот в доме Чайковских однажды появился механический орган, и читая какие-то тоже воспоминания, это произвело абсолютно неизгладимое впечатление на маленького Петра Ильича. И он стал подбирать сначала какие-то произведения. Его мама немножко обучалась, 5 лет, да, каким-то элементарным, да, музыкальным предметом, вот. И, собственно, он начал подбирать Моцарта, Россини, Беллини, то, что было, да, на слуху, а позже уже стал сам фантазировать, импровизировать и что-то даже сочинять. Вот. И далее, когда ему исполнилось 8 лет, вся семья его переехала в Москву, а позже его мама, у него была очень тесная связь с мамой, ну вот она его отвезла в Петербург, и это очень сильно сказалось, опять же, на его психическом здоровье, расставание с мамой его очень травмировало, и одно из таких первых потрясений это было расставание с мамой. Позже он, когда жил в семье в Петербурге у своих, у друзей семьи, он заболел и принес, насколько я не ошибаюсь, скарлатину в эту семью, и ребенок, который в этой семье жил, он заболел, заразился и умер. И Чайковский очень тяжело переживал эту утрату, он чувствовал свою вину, а позже, буквально через несколько лет, ему было около 14, его мама умерла от холеры. То есть вот такой рок и трагичность, да, она была с самого детства у него, и всю жизнь после смерти мамы он не мог о ней вообще говорить, очень трогательно писал о ней в письмах, вот, и тяжело переживал всю жизнь утрату мамы. Что было с его образованием? Как и многие, мы уже об этом, Фатя уже сегодня об этом сказала, родители отдавали детей в правовые институты, да, и Чайковский, собственно, был, не был исключением, он поступил в императорское училище правоведения, и ему, конечно же, прочили большую карьеру в Министерстве юстиции. Вот, но в 1862 году, опять же, мы уже об этом сказали, была основана в Петербурге консерватория, и Чайковский только за год до этого начал, так сказать, серьезно заниматься музыкой и стал одним из самых первых студентов Петербургской консерватории. Играл он на флейте, на органе, на фортепиано, раньше тоже это было очень модно, играть на многих инструментах, люди не зацикливались на чем-то одном и изучали различные инструменты. И вот в 1863 году он бросил службу и решил, что все, я посвящаю целиком и полностью свою жизнь музыке. И что удивительно, что за 4 года обучение в консерватории длилось раньше 4 года, он прошел путь абсолютно с нуля до преподавателя консерватории. То есть это абсолютно какой-то невероятный факт, потому что музыканты, как вы знаете, они учатся всю жизнь, начиная с 5 лет, сначала школа, потом училище, либо это специализированная школа, потом консерватория 5 лет, потом 2 года аспирантуры. А тут вот за 4 года, это абсолютный вообще нонсенс. Зачем мы столько учимся? Не знаю, вот надо пересмотреть систему образования. Вот, и он написал даже учебник по гармонии. И всю жизнь на самом деле он мечтал быть именно композитором, не исполнителем, не педагогом, а композитором. И вот накануне своего 30-летия, то есть сейчас опять же заострю этот момент, что за 4 года он научился этому всему, он сочиняет увертюру, фантазию Ромео Джульетту. И я сейчас предлагаю послушать небольшой отрывок и восхититься этой музыкой и талантом Петра Ильича. И, друзья, пожалуйста, скажите, если вдруг плохо слышно или что-то не работает, если что-то заедает, напишите, пожалуйста, нам в чате. Если все хорошо, тогда не пишите. Спасибо. 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 Мне очень нравится такая теория, существует такая теория, что вот в середине жизни человек достигает какого-то своего пика, то есть он получается, ну, условно, да, до 35 лет идет куда-то в гору, да, метафорическую, да, забирается на эту гору, и в 35 он видит с этой горы все-все-все вокруг себя и начинает уже видеть свой конец, так сказать, вот, издалека. И это я к чему говорю? К тому, что, безусловно, в середине жизни многих композиторов, да, было написано очень много по-настоящему знаковых гениальных сочинений, которые, ну, очень прочно укоренились в музыкальной литературе, и, безусловно, времена года относятся именно к этому циклу. Мне кажется, что всю гениальность этих пьес невозможно до конца понять. Они настолько популярны и известны, что очень иногда бывает тяжело оценить то, насколько здорово вообще это все написано. Это, знаете, как вот из серии, у меня муж говорил, он музыкант тоже, что я мечтал бы впервые услышать второй концерт Рахманинова и на года Чайковского. Как раз когда мы беседовали о Рахманинове и обсуждали, да, что это действительно какое потрясение мог испытать человек, услышав это впервые. Да, да, вот именно во взрослом возрасте, да, уже как бы оглядываясь на свое образование и так далее, впервые это услышать, потому что, конечно, мы с детских лет практически с пеленок все это слышали и немножечко иначе это воспринимается сейчас. Вот, ну, к сожалению, мы услышать в первый раз это не можем. Если вдруг кто-то из присутствующих сейчас на нашем вебинаре не музыканты или, может быть, не знакомы с этими сочинениями, то я вам искренне завидую, потому что вы можете познакомиться с ними впервые и оценить всю гениальность. Я не боюсь этого слова в случае с великими художниками Чайковским и Рахманиновым. Абсолютно это абсолютно не преувеличивает никак. Действительно, это очень большие гении. Вот, и хочется рассказать вообще о самой идее этого цикла, потому что это очень интересно. Дело в том, что идея цикла и заглавия пьес принадлежат вовсе не Чайковскому. Они принадлежат Николаю Матвеевичу Бернарду. Это издатель журнала «Нувелист». Он жил тоже во второй половине, соответственно, 19 века, как и Чайковский. Он был потомственным издателем, его отец также занимался этим журналом. И затем вот Николаю Матвеевичу это перешло. И примерно в ноябре 1875 года Бернард посылает Чайковскому заказ на вот этот фортепианный цикл. И письмо издателя не сохранилось, но можно себе представить примерно, что он писал там, опираясь на ответ Чайковского. Я сейчас зачитаю. Значит, письмо. В ответ на письмо пишет Чайковский. Получил ваше письмо. Очень благодарен вам за столь любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить вам. Я пришлю вам в скором времени первую пьесу, а может быть разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро. Я очень расположен теперь заняться фортепианными пьесками. Ваш Чайковский. Все ваши заглавия я сохраняю. То есть из этого письма мы понимаем, что Бернард придумал цикл фортепианный, который должен был написать Чайковский. В каждом номере журнала должна была выходить одна пьеса. То есть, соответственно, в январе выходит январь у камелька, в феврале февраль, масленица и прочее. И вот эти эпиграфы известные, которые в сборнике времена года, перед каждой пьесой стоит эпиграф стихотворный. Все эти эпиграфы подбирал также Бернард, не Чайковский. И вот это вот, знаете, для меня это особенно удивительно. То есть получается, что Чайковский написал столь гениальное сочинение даже не по собственному рвению души, а на заказ, получается, он это написал. Ну, видимо, настолько все совпало со всех сторон, что вот все это так здорово получилось. И в декабре того же года, то есть, получается, 74-го года, накануне 75-го, появляется объявление о том, что весь следующий год будет каждый месяц поступать новая пьеса, которая будет написана Чайковским. Этот журнал, надо сказать, он имел большую популярность и он рассылался в самые разные уголки России, в разные губернии, поместья и так далее, где как раз были, жили девицы, которые занимались на фортепиано и которые каждый месяц имели возможность разобрать какую-то новую пьесу. То есть, Бернард понимал, что это будет востребовано на тот момент, и, собственно, поэтому ему такая идея в голову и пришла. И, значит, вот еще письмо Чайковского, я тоже зачитаю вам уже позже следующее. Сегодня утром, а может быть и вчера еще, вам высланы по почте две первые пьесы. Мой комментарий – это «Январь у Камелька» и «Февраль масленица». Две первые пьесы. «Я не без некоторого страха припроводил их к вам. Боюсь, что вам покажется длинно и скверно». Вот давайте тоже вернемся к неуверенности Чайковского. Он чувствовал вот эту робость, какую-то неуверенность. Бернард платил ему очень большой гонорар за пьесу. То есть, на самом деле, я помню, что я это искала, сколько именно это на наши деньги. Это порядка 200-250 тысяч рублей за одну пьесу. Обалдеть! То есть, 200-250 тысяч рублей, если перевести это на наши деньги сейчас. Он платил ему за каждую пьесу. Ну, то есть, для Чайковского это был просто огромный гонорар. И он чувствовал вот эту вот неуверенность, что ему столько платят. Вот, что будет нормально. Правильно ли он все напишет и так далее. Так, значит, где я остановилась. Вот, я не без некоторого страха припроводил их к вам. Боюсь, что вам покажется длинно и скверно. Прошу вас откровенно высказать ваше мнение, чтобы я мог иметь в виду ваши замечания при сочинении следующих пьес. Так, сейчас. Если вторая пьеса покажется негодной, это «Масленица», да, февраль, то напишите мне об этом. Если вы пожелаете пересочинения «Масленицы», то, пожалуйста, не церемоньтесь и будьте уверены, что к сроку, то есть к 15 января, я вам напишу другую. Вы платите мне такую страшную цену, это пишет Чайковский, что имеете полнейшее право требовать всяких изменений, дополнений, сокращений и пересочинений. Все что угодно. Знаете, вот великий Чайковский вот так вот писал. И да, вот он тут в письме указал, что к сроку, то есть к 15 января, у них была договоренность, что он каждый месяц к 15 числу месяца, который предшествует выходу следующей пьесы, будет присылать. То есть условно 15 января он прислал ему «Масленицу», к 15 февраля он прислал ему «Март» песни «Жаворонка», ну и прочее, там «Подснежник» и так далее, да, все остальные пьесы. Вот, но очевидно Бернарда полностью удовлетворили пьесы, потому что все было так именно, соответствовало автографу Чайковского, ничего сокращено не было. Но может быть Бернард, это так, домыслы, может быть он написал ему, что не длиннее точно, потому что если мы посмотрим на следующие пьесы, на «Март», на «Жаворонок», да, песня «Жаворонка» и на «Апрель», они немножечко короче, чем первая, чем, например, у «Камелька». Но с другой стороны, январь у «Камелька» это и располагает к более длинной пьесе, потому что, ну, представьте, зима, вот эти темные вечера, да, у камина, да, ну, то есть, как бы, тоже логично достаточно все. Да. Вот, в общем, вот так, это было очень интересно, целый год он писал, и потом Бернард в качестве подарка своим самым хорошим, постоянным подписчикам, он оформил такую тетрадочку целиком, да, из всех 12 пьес, и в подарок выслал своим подписчикам. И, в общем, эта тетрадочка получила просто огромную известность сразу же, то есть, об этом произведении узнали очень многие, очень-очень многие люди, и тут же стали исполнять, и затем Юргенсон напечатал это все тоже у себя в издательстве. Ну, как бы, вот так вот это было. И интересно, вот я говорила вам вначале про теорию середины жизни, да, и вообще очень много каких-то было знаков у Чайковского, очень много каких-то символов, о которых иногда мы сами можем что-то додумать, домыслить, иногда он где-то даже оставлял свои комментарии. Ну, вот есть тоже такая теория, я ее слышала и от Ивана Глебовича Соколова, это профессор консерватории, композитор, и он, в свою очередь, слышал ее от многих других музыкантов, о том, что есть теория, что вот эти 12 месяцев у Чайковского, они сродни периодам жизни человека, то есть от его рождения, и вот такие семилетние циклы примерно, да, плюс-минус идут, то есть вот и как бы до конца жизни, и как последующий переход в некий другой мир. И, в принципе, мне нравится это, я об этом раньше не думала, потом, когда стала изучать, мне понравилась эта теория. Получается очень логично, вот январь, да, у Камелька, это рождение какое-то, зарождение чего-то, материнская лона, да, вот все это. Дальше 7 лет проходит, февраль, масленица, это такие пляски, танцы, разудалое время, да, то есть вот такое... Жизнь без забот. Да, жизнь без забот, праздника, ярмарка там и прочее. Дальше 14 лет, песнь Жаворонка, это что-то такое романтичное, это там, да, переходный возраст, да, самый сложный. Это первая любовь, это мечты, это вообще понятие о том, что вот есть какая-то душа у человека, да, то есть первые мысли об этом, обо всем. Дальше Подснежник, 21 год, апрель. Если вы помните, кто помнит, а кто, может быть, не помнит, послушает, там сразу начинается это так, очень взволнованно тоже, очень молодо, я даже не знаю, как это лучше описать. Но, то есть это юность уже такая, да, 21 год. Дальше Белые ночи, это май, очень красивая пьеса, это так называемые 28, к примеру, да, лет. Это уже, ну, какие-то философские мысли появляются, уже какие-то, может быть, сомнения, там взволнованная такая серединка, созерцание, еще что-то. И вот Баркарола, июнь, это середина жизни, так называемая, да, 35 лет. Мы сегодня именно, кстати, Баркаролу послушаем, да. Вот, Баркарола, это же что, это же связано с водой, да, это вот очень что-то философское такое, это нахождение в середине жизни, осмысление, может быть, переход на какой-то уже другой этап, на другой берег, да. Да, очень, ну, очень много в этом какого-то смысла, и там есть и речитатив в пьесе, да, такой а-ля «Помните о смерти», да, «Момента моря», в общем, да, очень интересно. Ну, и дальше у нас, получается, июль, песнь косаря, жатва, август, это такая работа идет уже активная, сентябрь, охота, то есть ты работаешь оставшуюся жизнь, как-то вот пытаешься на будущее, может быть, какие-то плоды оставить после себя, да. Да, октябрь довольно трагическое, да, трагический номер, это, может быть, уже как раз какое-то приближение к концу, да, вот, ноябрь на тройке, опять же, какое-то перемещение, возможно, куда-то, да, на тройке, ну, и декабрь святки, что-то такое мистическое, вот. Ну, в общем, интересно, можно, конечно, не серьезно воспринимать эту теорию. Но она имеет место быть, это… Но она имеет место быть, да, никто не утверждает это точно, но просто мне хотелось поделиться с вами вот этими размышлениями, может быть, те, кто уже хорошо знают цикл об этом, тоже могут задуматься, что вот, а вдруг действительно это так, те, кто не знают, могут послушать, я очень вам советую и всячески желаю познакомиться с этой музыкой, вот. А сейчас мы, получается, послушаем как раз центральную вот эту пьесу, Баркаролу, июнь, как раз у нас сегодня, 5 июня, мы с вами очень все правильно вовремя. Кстати, да, не задумывалась. Да, и так. Сейчас. Спасибо. 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 . . . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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 У. . 6. Симфония. Владимир. Которого Чайковский назвал Боб. Он очень его любил. Да. Ставил ему в наследство. Много денег. Вот. И. Сам Чайковский говорил при жизни. Что. За этой симфонией стоит. История. Но. Он ее никому не расскажет. Вот, и на самом деле симфония действительно очень необычная, я рекомендую тоже вам ее послушать, мы сегодня поставим кусочек, но ее просто необходимо послушать целиком, потому что это, ну, для того времени это действительно было что-то невероятное, это был нонсенс, потому что так как она заканчивается и, ну, вообще много там всего того, чего не было. Ну, я, кстати, хочу, простите, что я перебиваю, я хочу призвать слушателей будущих, да, тех, кто не знаком с творчеством еще симфоническим Чайковского, все-таки начать с ранних сочинений. Таким образом будет легче к ней подойти, потому что включив сразу человеку, не музыканту шестую симфонию, ну, не факт, что это будет сразу понятно и легко слушать. Поэтому, вот если есть желание, то по хронологии можно пойти, открыть Википедию, посмотреть, как, ну, в каком порядке он писал, в принципе, все свои произведения и симфонические, ну, понятно, что симфонии, они так и идут, как по номерам, но я имею в виду какие-то другие причины, тоже познакомиться с ними и, конечно, потом обязательно перейти к шестой симфонии. Да, и причем ее можно слушать несколько раз, и каждый раз ты находишь там какие-то новые для себя смыслы. И вот я хотела бы зачитать слова Климовицкого. Это произведение подлинно пророческое. Композитор затронул в ней такие грани человеческой психики, которые станут объектом художнического интереса только в 20-м столетии. То есть, как и многие, на самом деле, композиторы того времени, Чайковский, он был пророком. То есть, они в свое время писали то, что было непонятно людям, живущим в то время. И саму премьеру симфонии шестой Чайковский диражировал сам. И, как известно, она прошла не очень успешно, публика не восприняла, не поняла этой музыки. И опять же, здесь тоже есть такие истории, связанные со смертью Чайковского, что после премьеры в Петербурге, после неудачной, они пошли в ресторан. И тогда ходила холера, да, это была болезнь, которая могла настигнуть любого. И нельзя было пить, естественно, воду сырую. И Чайковский пришел в ресторан и заказал стакан сырой воды. Ему, естественно, все друзья говорили, что ты делаешь, это делать нельзя, нет, не пей. Но он был тверд и выпил этот стакан сырой воды и, собственно говоря, заболел. И в течение там нескольких дней, трех, по-моему, скончался от холеры. Вот, то есть непонятно, да, что здесь послужило, так сказать. Я не знаю, может быть, вряд ли это провал именно, да, послужило такому настроению его. Потому что, опять же, есть теория того, что он задумывал эту симфонию, как последнюю, да, и что в ней уже есть вот эта концепция, что человек умирает, да, в конце этот рок, вот эти удары, литавры, это как гвозди в гроб. В общем, там много-много всего разных разъяснений. Сейчас я предлагаю послушать небольшой кусочек. Так, первую часть мы послушаем. КОНЕЦ 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 Как раз мы прослушали две темы лирическую, на которых строится вся симфония, и самую, самую первую, которую вы слышали в начале, такую взволнованную очень. КОНЕЦ 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 что он делал, сколько всего он сделал после революции 1917 года, когда он уехал, и как он помогал людям, будучи тогда уже состоятельным человеком в своей эмиграции. Напомню, что он эмигрировал после революции 1917 года сначала в Европу, через Европу в Америку, и, собственно, он жил то в Америке, то в Швейцарии, где существует вилла Сенар. Сенар, почему такое название, это Сея Сергей на Наталья, его жена Рахманиновы, и он уже в Россию не возвращался, хотя хотел вернуться в годы, когда началась Вторая мировая война, он пытался, или даже ранее, я вот сейчас, я запамятовала это, я не помню, когда именно, но был момент, когда он пытался вернуться, но ему это не удалось. Это я уже сразу... Ты сразу в конец. Да, да, давайте я вам сначала. Сергей Рахманинов родился в 1873 году, да, то есть он являлся современником Чайковского, о чем мы тоже хотим упомянуть, да, что у них была взаимосвязь, что Чайковский очень его поддержал, но это уже будет дальше. Родился он на новгородской земле, да, близ Новгорода, жил первые 8-9 лет в усадьбе под названием Онек, которая ныне не сохранилась. Окна из усадьбы выходили на реку Волхов, очень много у него тоже с этим связанных музыкальных воспоминаний, как я это понимаю. Вот, корни его рода уходят в... в общем, его предки были дворяне, да, старинный дворянский род. Вроде как вообще изначально их род имел начало в Молдавии. Да, в Молдавии. Вообще, да, да, то есть вот оттуда это все шло. Да. И хочется подробнее немножечко остановиться на его дедушке, его дед Аркадий Рахманинов, Аркадий Александрович Рахманинов, который, это по маминой стороне получается, отец... А, нет, подождите, извиняюсь, по стороне отца, потому что отец Василий Аркадьевич, да, это отец отца. Он обладал очень большими музыкальными способностями, он был композитором, он был пианистом, он учился даже у Фильда какое-то время. Хотя, понятно, что это да, он родился в первых годах XIX века, никаких, как мы уже говорили, консерваторий речи не было, и о том, чтобы музыкой заниматься серьезно, тоже речи не было. Он поэтому был военным вообще, его дед, против турков как раз воевал. А потом он довольно рано ушел в отставку и уже поселился в своем имении, так сказать, уже не выходя оттуда практически, и посвятил свою жизнь музыке. Он сочинял, он играл, и играл очень даже на высоком уровне, как это, как свидетельствуют какие-то... По воспоминаниям. Да, по воспоминаниям. Вот, и интересный такой момент, что у Рахманинова есть романс «Сон», это перевод Плещеева. «И у меня был край родной, прекрасен он, там ель стояла надо мной, но то был сон. Семья друзей жива была, звучали, так не помню, та-та-там, слова. Немножечко я, немножко я забыла. И я хотела рассказать про этот романс, потому что, что интересно, что у его деда, как раз вот Аркадия, да, у него тоже был романс на эти же стихи. Это очень интересно, и, конечно, это не очень просто найти, но если где-то в определенных архивах покопаться, я так понимаю, что можно найти вот это сочинение его. Вот это вот очень интересно. Здорово. Вот, и поэтому мы теперь понимаем, откуда у маленького Сережи вообще был талант к музыке, да, то есть он явно унаследовал от деда. Дальше через отца, его отец Василий Аркадьевич, он тоже умел играть на фортепиано, он тоже обучался музыке, как тогда было принято. Но он это все делал на такой более развлекательный манер, то есть он любил развлекать гостей известными какими-то ариями, какими-то пульками. Ну, то есть достаточно, он, в принципе, такой человек был, немножечко легкого такого нрава, увлекался азартными играми, там, какими-то спиртными напитками. Ну, то есть и впоследствии он, к сожалению, имения, которые были оставлены от предков, он их все, их пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами. Вот, это уже случилось, когда Сереже было 9 лет. И, ну, вот первые 9 лет жизни, они были, наверное, самые беззаботные, самые счастливые в жизни маленького композитора будущего, в жизни ребенка, потому что все было хорошо. Отец, отца они очень любили дети, их было вообще всего 5-5 детей в семье, по-моему, изначально было 6, но шестой ребенок, я не помню, какой кто по счету, но, в общем, один ребенок погиб, сразу же умер, да, практически сразу же. А в семье было 2 дочери, 3 сына, старшая Елена самая дочь, и вот они жили все вместе, обучались музыке все, и маленький Сережа слышал, как играют его сестры, и уникальный был такой момент, когда он вот подсматривал, подслушивал, слышал еще, будучи совсем ребенком. И была гувернантка одна у них в доме, и она пела, и ей сестры аккомпанировали. И однажды семья куда-то они уехали, Сережа придумал оправдание, чтобы остаться дома, и уговорил гувернантку исполнить несколько романцев, а он бы ей подыграл. Она, конечно, очень удивилась, потому что его вроде как и толком не учили еще, да, но она очень удивилась, потому что он сначала до конца просто исполнил абсолютно все романсы, и очень просил при этом не рассказывать об этом родителям, вот почему-то. Но она, естественно, не могла об этом молчать и рассказала, и тогда всерьез мать стала обучать его, и затем все задумались уже о более серьезном каком-то пути. При этом мнения отца и матери расходились. Василий Аркадьевич серьезно к музыке не относился так же, как он сам к ней относился. То же самое он видел для своего сына, он хотел, чтобы он пошел какой-то там кадетский, да, был военным. Вот, а мать как раз очень хотела, чтобы он обучался серьезно музыке, связалась с такой Анной Арнацкой со своей знакомой, и она была первой, так сказать, учительницей Рахманинова, и впоследствии, вот, как я уже говорила о том, что пришлось продать имение за долги, это было примерно в 1880 каком, наверное, втором году примерно, 82-83, что-то такое, Рахманину было 9 лет, и им пришлось переехать в Петербург. И как раз в Петербурге Рахманинова бесплатно взяли по совету Анны Арнацкой на младшее отделение Петербургской консерватории к молодому педагогу, ученику тоже профессора Кросса, такой был профессор, у него Арнацкая училась, и вот как раз педагог Рахманинова тоже, только что закончивший консерваторию, и они переехали туда. Да, и в Петербурге жизнь их складывалась уже гораздо сложнее и хуже, чем до этого, потому что им, они жили в небольшой квартире, у них не было возможности больше нанимать каких-то гувернеров, Любовь Петровна, мать Рахманинова, была вынуждена полностью самостоятельно заниматься детьми, заниматься хозяйством и всякими прочими вещами. Василий Аркадьевич по-прежнему вел какую-то такую свою немножко разбульную жизнь. Очень большим ударом для всей семьи было то, что возникла эпидемия дифтерии, и дети практически все заболели, и при этом Софья, дочь, она не смогла оправиться, к сожалению, и умерла от этой болезни. Это была очень трагическая страница в их жизни, и после этого последовал следующий удар. Василий Аркадьевич ушел из семьи, и Любовь Петровна осталась одна с четырьмя детьми, с дочерью Елена, это самая старшая дочь, и с тремя мальчиками. Естественно, у нее не было времени как-то следить за успехами, и, видимо, не было ни сил, ни времени, ни, может быть, даже желания. Но, в общем, тяжелая была жизнь для нее, особенно после той, которая у нее была до этого. И итог этого всего такой, что Рахманинов за три года, которые он учился в Петербурге, он учился плохо. Это звучит странно, учитывая его большой талант, его уникальную абсолютно память и так далее. Но так получилось, что ему нужно было же учиться еще по общим дисциплинам. И, как бы, оставшись без всякого контроля, мальчик, которому было там 10, 11, 12 лет, он всерьез это как-то решил не воспринимать. И он катался на коньках зимой, у него были какие-то свои развлечения. Вот, первый раз, когда ему показали ведомость с очень плохими отметками, и он испугался, что же ему делать, ведь матери нужно принести ведомость. Его старшие товарищи научили, что можно отметочки подправить, и в итоге ведомости у Сергея были только пятерки и четверки. Мать была спокойна, спокойно отпускала его на лето, на каникулы к любимой бабушке, к ее матери, к Софье Александровне Бутаковой, где Рахманинов продолжал свою радостную жизнь, спортивные радости, питание на лодке и всякие такие вещи. Вот, и, ну, конечно, рано или поздно все тайное становится явным, и так вышло, что на третий год, по-моему, обучения его в консерватории дела стали совсем плохи. Он продолжал подделывать вот так вот отметки, но так получилось, что матери в этот раз как-то сообщили об этом, о проблемах раньше, чем Сережа принес ей ведомость, и сообщили в таком ключе, что мальчик не может дальше вообще обучаться, то есть, ну, его практически хотели вот исключать, получается. Детущего у него в Петербургской консерватории уже не было. Вот, и, конечно, мать была в шоке, естественно, она же думала, что все более-менее хорошо. И, ну, счастливый случай заключался в том, что двоюродный брат Сергея Рахманинова – это известный был пианист Александр Зилотти. Он был старше его, к тому моменту он уже закончил с успехом Московскую консерваторию, он путешествовал, гастролировал по Европе, он учился у самого Ференца Листа, там, в общем, он был такой яркой фигурой, и Любовь Петровна взмолилась, когда он приехал в Петербург, чтобы он послушал мальчика, послушал Сережу. И как только он его послушал, конечно же, он сказал, что да, нужно обязательно срочно ехать в Москву к Звереву. Вот как раз педагог Рахманинова в Москве, у которого он учился три года на полном пансионе. Что это значит? То есть Зверев самых талантливых и одаренных учеников, и нуждающихся каких-то учеников, которые не могли оплачивать, он содержал их полностью у себя дома, они жили у него. Он полностью им оплачивал и обучение, и абсолютно все, и проживание, еду, но при этом он был очень строг. То есть вот у них, у зверят, так называемых, их называли зверятами, Рахманинов жил еще с двумя мальчиками у Зверева. У них такая была прям армейский режим дня, они, каждый из них два раза в неделю должны были вставать в 6 утра, и уже в 6.30 или там в 7, я не помню точно, уже сидеть заниматься. Вот все было очень строго. При этом Зверев иногда водил их на какие-то концерты, покупал всегда самые лучшие, самые дорогие билеты. То есть он никогда не жалел на это ни средств, ни сил. И после этого он их водил в трактир, что тоже очень было интересно, и даже разрешал попробовать спиртное, за что его осуждали какие-то современники его. А что было интересно, потом, когда они приезжали домой и на следующее утро вставали, нужно было снова вставать в 6 утра и заниматься. И Зверев потом с гордостью говорил о том, что вот вы меня, мол, критикуете, а вот мои мальчики как бы впоследствии не столкнулись ни с какими проблемами, там, с алкоголем, у них нет такого, что вот запретный плод какой-то есть, да. Мальчики уже в какой-то момент сами просили, что если после театра будет трактир, то не ехать в театр. Потому что им на следующий день в 6 вставать и сидеть за инструментом уже со слезами. Да, да, да. То есть на самом деле я думаю, что этот период в жизни у Рахманина был очень важный, потому что Зверев научил его настоящей дисциплине, той дисциплине, которой, получается, его не научили, да, можно сказать, родители. И это впоследствии очень большую роль сыграло, потому что Рахманина всю жизнь был очень таким порядочным в этом смысле, в деловом смысле, да, в профессиональном смысле человеком. То есть у него была какая-то задача, он к ней шел, то есть у него все было очень последовательно. И я думаю, что он был очень любить хозяйственным человеком, потом он занимался своей и усадьбой, и все у него было по плану, по распорядку. Я думаю, что во многом это было как раз благодаря вот этим самым годам в доме у Зверева. Да. И, да, я, по-моему, заговариваю. Нет, все нормально. Я просто хотела чуть-чуть вставить, рассказать о том, что, да, эти три года были действительно такими трудными и тяжелыми, но ребята и боялись, и любили Зверева, да, в то же время. Да, они его очень любили, действительно, об этом тоже много есть свидетельств. Они его провожали, например, ко сну, укрывали его. То есть, ну, он был действительно для них как отец. Да, и, к сожалению, как раз у Рахманинова вот с ним случился первый конфликт на почве того, что Рахманинов стал писать музыку, сочинять, а Зверев видел в нем именно пианиста, и считал, что этим вообще не стоит заниматься, всячески препятствовал. И они рассорились, да. И они рассорились, да, и это такая одна из тоже трагических страниц, потому что, насколько известно, Рахманинов пытался, да, с ним как-то наладить отношения, поджидал его, но Зверев был непреклонен, и, в общем, примирение так и не случилось. Случилось, случилось. Примирение случилось, да, конечно. Конечно, в общем, было так, что действительно Рахманинов в годы жизни у Зверева, он, так как он водил их на разные концерты, и Рахманинов все больше и больше начал в себе лелеять мысль о том, что он тоже хочет сочинять музыку сам, хочет дирижировать, хочет еще что-то. То есть, вот все вот эти вот в нем зарождались мечты. Зверев, как сказала Лена, действительно очень ревностно к этому относился, этому препятствовал. И когда Рахманинов пытался намекнуть на что-то там первые разы, он встречал полный отпор, что привело к их ссоре. Зверев абсолютно практически молча, ничего не объясняя, отвел Рахманинова жить к его родственникам как раз, к Сатиным. Да, это вот семья, то есть получается Сатины. И дочь Наталья Сатина, которая являлась его двоюродной сестрой, она впоследствии и стала женой Рахманинов. Вот тоже это интересная такая история. Но, в общем, он стал жить там и перешел на старшее отделение в консерватории, и начал заниматься уже композицией у Оренского, и занимался у Зелоти, у своего как раз двоюродного брата. Зелоти в то время преподавал в консерватории, и занимался по фортепиано, да, по специальному фортепиано. И когда случилось примирение, чтобы сразу далеко не отходить от этой истории, в 92-м году Рахманинов заканчивает консерваторию с большой золотой медалью. Он пишет оперу «Олета» на сюжет поэмы Пушкина «Цыгане». Это поэма, то есть как это все происходило. Вот выпускники консерватории по классу композиции. За месяц до, примерно за месяц до выпускного экзамена им давался конверт, в котором был сюжет, на который нужно было написать произведение. И это был сюжет как раз Пушкин «Цыгане». Рахманинов просто взлетел от радости, когда он увидел этот сюжет, потому что эта тема ему была близка. Известно, что он был влюблен в Анну Ладыжинскую, эта цыганка, она при этом была замужней женщиной, но она его вдохновляла, он ей посвящал какие-то свои произведения. Много восточных мотивов в этом во всем было. И вот этот сюжет, конечно, очень его взбодрил, так сказать, очень воодушевил. И удивительная просто вещь. Он написал оперу, вот эту одноактную Олега, за две недели в партитуре, не в клавире. В партитуре это значит, что, я объясню для тех, кто, может быть, не знает, в партитуре это значит, что расписан был уже абсолютно каждый инструмент всего оркестра, а не так, как в клавире, это было бы написано только для исполнения игры на рояле. То есть обычно сначала сочиняли свои симфонические произведения композиторы в клавире, ну, то есть они просто сочиняли какую-то музыку, какая-то идея у них была, а затем они это уже расписывали. Ну, иногда они делали это параллельно, в общем, по-разному. Так вот, Рахманинов, будучи выпускником консерватории, за две недели сочинил оперу в партитуре. И когда он принес Оренскому, своему учителю, он просто не поверил сначала своим глазам. Там другие выпускники, которые с ним были еще двое, они принесли только половину там в клавире или еще что-то такое. А Рахманин сказал, что да, все, я закончил полностью в партитуре. И, конечно, это был абсолютный фурор на экзамене, это было лучшее, лучшее было сочинение, это была лучшая опера. Ну, это действительно было большое событие. И после этого Зверев пришел к Рахманинову и сказал, я все понял, подарил ему свои часы, которые Рахманинов потом хранил всю свою жизнь. В общем, это очень такое было, действительно, знаковое такое событие, трогательный такой момент. Так что да, вот так вот примирение их случилось и вот этот большой фурор оперы. И как раз в связи с этим хочется сейчас сказать о Чайковском и о его роли в жизни Рахманинова. Когда Рахманинов жил у Зверева, дело в том, что Зверев дружил и общался с огромным количеством, так сказать, музыкальной элиты, известных людей и вот с тем же Зелотти. И, естественно, и однажды Рахманинов в доме у Зверева увидел такого скромного, очень обаятельного человека, который пришел к нему в гости. И вдруг он в какой-то момент, когда его назвали по имени-отчеству, он понял, что это и есть Чайковский. Конечно, тоже восторга его не было пределу. Чайковский оказался очень простым в общении, очень таким доброжелательным. Он тут же проникся симпатией к Рахманинову и потом очень его поддерживал вообще до конца своей жизни. Чайковский очень поддерживал Рахманинова, потому что когда он услышал его первые какие-то сочинения, вообще услышал его игру на рояле и прочее, вообще понял, что это за дарование, он сказал, что это очень большой талант, он ему сразу пророчил большое будущее. И вот эту оперу Олег Чайковский очень поддержал. Он рекомендовал поставить ее в Большом театре вместе с его тоже только что написанной оперой и Алантой. И действительно поставили в Большом театре тогда, по-моему, в следующий сезон после этого поставили Олега. То есть это сезон, сроди 93-й год. Вот опера имела большой очень успех, Чайковский был, естественно, и сам, и, ну, в общем, это было большое событие. И, конечно, когда Чайковский умер, для Рахманинова это было большое потрясение, и он тут же сел писать трио памяти великого художника. У Рахманинова вообще два трио. Первое трио соль минор юношеское, да, более. А второе трио как раз ре минор памяти великого художника, памяти Петра Ильича Чайковского. Вот, и также Чайковскому он посвятил сюиту тоже двухрояльную. И еще интересно, он делал по заказу, как раз это был заказ, я сейчас не помню точно, чей заказ, но нужно было спящую красавицу переложить в четыре руки. Это был не заказ, это была просто просьба Чайковского, по-моему. Просьба Чайковского, да, да, он просто попросил. И Рахманинов очень переживал, волновался у него, что-то не получалось, он прям, это для него было, естественно, огромным событием, что сам Чайковский, да, попросил. И это приложение существует, его исполняют, в общем, оно замечательное. Да, 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 говори. Я думала, что мы сейчас послушаем как раз, да, кусочек из оперы Олега. Да, да, как раз. Вот, вкратце в двух словах скажу про сюжет, просто чтобы хотя бы было понятно, о чем речь. Олега, собственно, это имя цыгана молодого, который был влюблен в Зимфиру, в цыганку, у них была любовь, и затем Зимфира ему изменила, и, собственно, Олега не смог вообще справиться со своими чувствами, эмоциями, и в итоге заколол и Зимфиру, и его, и ее молодого любовника. Да, да, вот такая трагическая получается очень история, вот. Ну и вся музыка очень восточная, пронизана вот этим вот колоритом, и мы сейчас послушаем актуальную Каватину. Да, Каватину Олега. Да, что-то не включается. Сейчас пока тогда продолжим беседу, а если включиться, то вернемся к Олегам. Да, и, собственно, дальше, казалось бы, да, на вот этом вот подъеме, окончании консерватории, как у многих студентов, да, которые находятся, так сказать, на пике, вот, все, впереди будущее, конечно же, Рахманинов столкнулся с рядом трудностей, у него были, а, вот, включилось, тогда слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, что-то не получается, тогда продолжим разговор. Да, и вот, собственно, Рахманинов закончил консерваторию, и начался его такой путь свободного художника. И в это же время, это опус 3, он пишет, он пишет 6 пьес для фортепиано, это пьесы фантазии в 1892 году, которые назывались Элегия, Прелюдия, Мелодия, Полишинель и Сиренада. И как раз самую широкую популярность здесь, секундочку, самую широкую популярность приобрела Прелюдия, собственно говоря, Додис Минор, которую знают, мне кажется, абсолютно вообще все, и с ней очень много связано разных историй. И впервые познакомил зарубежную публику с этой пьесой сам Зелотти во время своих концертных выступлений в Англии и Германии, это было в конце уже 1893 года. А Рахманинов, он сам не ожидал, мне кажется, такой популярности, бешеной вообще, этой Прелюдии, потому что на каждом концерте позже, когда у него были гастроли уже в Америке, публика скандировала и кричала на бис, просила, требовала эту Прелюдию, в общем, была какая-то вообще невероятная популярность. При этом Рахманинов настолько иногда его удручала эта ситуация, он просит именно эту Прелюдию, иногда даже не исполнял ее. Не выходил, да. Да, то есть иногда он просто уже понимал, что он просто больше не может ее играть, потому что, учитывая, сколько всего вообще в принципе он написал, а люди требуют эту додисминорную Прелюдию, и вот сохранились его воспоминания, именно его лично им написанные, я сейчас зачитаю, он пишет, «Мне было 18 лет, когда я окончил Московскую консерваторию. Музыка – недоходная профессия даже для тех, кто достиг известности, а для начинающего обычно безнадежная. Через год я оказался без денег, мне нужны были деньги, я написал эту Прелюдию и продал ее издателю за предложенную им сумму. Одним словом, я получил за нее 40 рублей, это около 20 долларов на ваши деньги». Он писал вот эти заметки уже в Америке, поэтому он обращается как раз, это около 20 долларов на ваши деньги. «Согласитесь, вознаграждение весьма скудное, если принять во внимание сумму, вырученную за нее издателями, но в этом случае закон компенсации сработал хорошо, и у меня нет причин быть недовольным». Вот, исходя из этого, да, мы понимаем, что он написал ее на заказ, написал ее, потому что он нуждался, у него не было денег, но на самом деле тоже, если отбросить тот момент, что эта Прелюдия настолько популярная, что она сидит в голове очень прочно, я считаю, что тоже музыка абсолютно какая-то фантастическая. Да, музыка потрясающая. Я считаю, что он написал это в толь раннем возрасте, так же, как и, например, в этом же опусе Лена сказала о других пьесах, в частности об Элегии, которая написана в ми бемоль миноре, в такой глубокой, мрачной, темной тональности. Сама музыка Элегии трагичная, такая где-то даже беспросветная, можно сказать, да. Вот это Прелюдия до диэс минор, начинающаяся с трех тяжелых, да, с поступи вот этих вот нот трех, как тоже символ какого-то, может быть, рока, может быть, он предчувствовал какие-то тоже события, как вот мы говорили о том, что великие художники, великие гении, они иногда помимо своей воли, да, вот что-то такое предчувствуют, потому что такую музыку написать в 18-19 лет, то есть если сейчас посмотреть, да, вот мы можем посмотреть по сторонам, юноши и девушки 18-19 лет, они такие как бы еще, ну, и юные, и все-таки, ну, больше, наверное, смотрят с каким-то оптимизмом вперед, да, обычно, ну, обычно. Ну, сейчас еще и другое поколение, раньше, мне кажется, все взрослели гораздо. Да, 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 раньше это было немножко, знаете, но все равно, тем не менее, это удивительно, вот если вы послушаете Илью. Я предлагаю сейчас попробовать послушать Прелюдию, надеюсь, что все запустится немножко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, кстати говоря, исполняет, вы, наверное, заметили, это сам автор, сам Брахманиев есть. К нашему счастью, какие-то такие вот сохранились небольшие, несколько, вернее, записей, где мы можем... Нет, сохранились очень большие, все концерты он играет сам, второй концерт, третий концерт, на самом деле, на самом деле, довольно много сохранилось вещей, которые играет сам автор, да, поэтому... Вот, к нашему счастью мы можем с этим соприкоснуться. Возвращаясь к тому времени, да, в котором был написан этот опус, рядом в это же время была написана его первая симфония, с которой связана вообще одна из самых трагичных страниц жизни композитора, самых сильных потрясений. И, значит, в 1897 году случился так называемый кризис, да, которым очень много написано, да, можно прочитать это об этом. И в чем, собственно говоря, почему этот кризис случился? Верхманинов написал симфонию, и, собственно, должна была случиться премьера, она случилась, дирижировал известный композитор Александр Голзунов. И, в общем, это было исполнено плохо оркестром, насколько это известно, оркестранты плохо понимали, это было плохо выучено. Сам Голзунов, видимо, не справился с замыслом, да, который был у Рахманинова, и это был провал, собственно, и очень много было критики в сторону Рахманинова. После этого он очень долго ничего не сочинял, вот, и больше, так сказать, играл как пианист, выступал, да, также его состоялся дирижерский дебют в московской частной опере. Он познакомился в это время с Толстым, с Чеховым, с артистами художественного театра. Началась дружба, известная, да, его дружба с Федором Шаляпиным, которую он считал одним из самых, это его цитата, одним из самых сильных, глубоких и тонких художественных переживаний. Это вот он так описывает дружбу с Шаляпиным. Вот, и, собственно говоря, после вот этой вот неудавшейся премьеры, у него был долгий кризис, он ничего не сочинял, и я бы хотела зачитать цитату Осовского о симфонии, да, в которой максимально понятно описывается, что происходило. Симфония потерпела сокрушительный провал. Крупное симфоническое произведение, несомненно обогащавшее русскую симфоническую литературу, было непонято, недооценено, грубо отвергнуто. Голосов, не признававших вообще творческой одаренности композитора, не было, но во всех концах зала одинаково слышались одни только порицания, возмущения, недоумения, даже грубая ругань. Иные, пожимая плечами, удивлялись, каким образом такое декадентское произведение могло вообще проникнуть в благовоспитанные программы беляевских концертов. То есть это был, да, это был полный провал, причем на самом деле все-таки, ну мы не можем знать наверняка, почему именно это случилось, версий много по каким-то... Ну да, кто-то говорит, что плохо играли, кто-то говорит, что Глазунов плохо дирижировал. Не то что, но вроде как известный факт, что Глазунов был просто пьян во время концерта, то есть он был пьян, и он поэтому, учитывая вообще, что музыка была сложная, музыка была новая тоже для того времени, серьезная, да, неочевидная, плюс премьера симфонии была в Санкт-Петербурге, при том, что Рахманинов был как бы московским, у него уже был успех и известность какая-то в Москве, да, а тут он согласился на эту премьеру в Питере, на то, чтобы дирижировал Глазунов, и он просто потом буквально рвал на себе волосы за то, что почему он не дирижировал сам, почему, ну он же мог встать и дирижировать сам, почему он этого не сделал, я думаю, что, конечно, много было вот этих всех вещей, вообще вроде как известно, что он просто не мог слушать, он прятался где-то там за сценой во время исполнения, то есть, ну это был, он уже во время исполнения понимал, естественно, что это как бы, это провал, он не мог понять, он и в письмах писал о том, что я не могу понять, то ли это я плохо очень инструментовал эту симфонию, как-то неверно сделал, ну то есть, мучений было и страданий из-за этого очень много, но все не просто так происходит, и мне кажется, для Рахманинова это был своего рода переход, да, то есть, он подходил тоже там к 30 годам, к какой-то середине жизни тоже, и после перерыва вот этого его стиль несколько, ну обновился, изменился, да, то есть, ну он в чем-то он вырос, да, понятно, что его почерк слышно в любом случае и в ранних сочинениях, и середины жизни, и в поздних уже, в самых последних в Америке написанных, но все равно, как бы, почерк его претерпевал какие-то изменения, вот, и выход из кризиса тоже был непростым, в те годы он уже начал свою, так сказать, романтическую, романтические отношения с Натальей Сатиной, вот хочется немножко тоже остановиться вот на этой линии, немножечко поговорить про его личную жизнь, да, Наталья Сатина его двоюродная сестра, как известно, и никто вообще не ожидал ни от Сергея, ни от Натальи, что в какой-то момент они вдруг объявят всем, что они хотят быть вместе, хотят пожениться, и в письмах его товарищей и каких-то других близких ему людей было недоумение в том смысле, что никто не видел, как вообще зарождалось это, да, они проводили каждое лето в Ивановке большой такой семьей, там были и сестры Скалон, вот, с которыми переписывался очень активно Рахманинов, это его, получается, какие-то четвероюродные, по-моему, сестры, вот, там была и Наталья Сатина как раз, которую он дразнил вообще, девка Наталка, куда, как палка, что-то такое, вот, это его вот такие стихи, когда они были детьми, да, ну, то есть вообще ничего не предвещало, и как раз какие-то романтические у него привязанности были вот к сестрам Скалон, к одной из них, к Вере Скалон, которую он посвятил, какой-то ряд сочинений романс, вообще сестрам вот этим троим он посвятил две такие интересные шестеручные пьесы, Да, для Фортипианов шесть рук Да, для Фортипианов шесть рук Вальс и романс Да, вальс и романс, он специально для них их написал, и, в принципе, вот, кому интересно, можно найти в интернете такой сайт Синар, это, я уже рассказывала про виллу, да, Синар, это название виллы Сергея и Наталья Рахманиновы, Такой есть сайт, и там есть письма Рахманинова, о которых он писал, вот, как раз очень много писем именно Наталье Скалон, это старшая сестра, и чуть меньше он писал другим Вере, вот, в которую он был влюблен, вот, а с Натальей было очень неожиданно, и одна из как раз сестер Скалон позже об этом писала Людмила, кажется, Скалон писала о том, что, я не помню, дословно не выписала себе цитату, Но смысл такой, что очень рады за Сережу, Наташа буквально выстрадала его, вот такая там была фраза, вот, ну, то есть, видимо, Наталья была влюблена в него как бы с какого-то самого детства, может быть, она его вот боготворила как-то, его талант и вообще его, она тоже была пианистка, она закончила консерваторию, Наталья, и вот в тот период провала симфонии, они уже были вместе, как бы, да, но еще не поженились, вот, но у них уже были романтические отношения, планы на будущее, и она его очень поддерживала, она его сама лично отправила к известному на тот момент московскому психотерапевту Далю, который, кстати, тоже был ассистом, по-моему, музыкантом он был, но главное, что он был вот известным очень в московских кругах психотерапевтом, и Рахманинов ходил к нему, и после вот этих всех сеансов с ним, он был гипнотизером еще, по-моему, Далья, то есть у него такая была специализация, он вроде как излечился, вот, и излечившись от своих, ну, я беру в кавычки слово излечился, да, он ничем не болел, у него просто была депрессия, вот, выйдя из этой депрессии, он написал одну из вершин вообще своего творчества, на мой взгляд, это его второй концерт фортепианный, вот, который посвящен как раз Далю, вы посвящение в нотах можете увидеть, посвящено Далю, есть такая теория, я не знаю точно, но я знаю, что эта теория существует, о том, что к Дале он ходил не просто так, а потому что у него была у Даля красавица-дочь, в которую Рахманинов якобы был влюблен, и есть такая теория, что вот этот концерт изначально он хотел посвятить этой девушке, еще не будучи в браке, в официальном с Натальей, но Наталья сказала ему о том, что либо ты убираешь это посвящение, да, либо, ну, я не смогу стать твоей женой, вот, ну, после этого якобы концерт был посвящен психотерапевту, а не его дочери, и Наталья и Сергей через некоторое время после этого поженились, вот, и больше никаких таких историй не было вообще, Рахманинов был вообще прекраснейшим отцом, у них было две дочери, Ирина и Татьяна, он был прекрасным семьянином, он был очень хозяйственным человеком, и все свое время, в принципе, он посвящал музыке своей семье, вот, очень беспокоился всегда о своих дочерях, не знал, чем им помочь, как вот очень много у него волнений было на эту тему, ну, то есть вот так вот, не знаю, насколько правдива эта история, но вот она имеет место быть, и потом они поженились тоже, это было не так просто, потому что они состояли в очень близком родстве, да, двоюродность, да, вот, и они обвенчались в какой-то церкви полка, то есть это все как-то было... Ну, этому всячески препятствовали, не разрешали им долго... Ну, да, это не то, чтобы этому прям препятствовали, просто это было в принципе запрещено, нельзя было пожениться, и они только уже после, по-моему, обвенчались они, не дождавшись разрешения государя, да, но потом он им, ну, благословил, в общем, их брак, да, и как бы вот все было хорошо. Вот, вот так вот, и, да, тоже я скажу, что по выходе из кризиса, помимо второго концерта своего фортепианного, он написал виолончельную сонату, нашу любимейшую с Антоном Булкиным. Которую вы исполняли как раз... Да, мы играли на армейске, это невероятное сочинение абсолютно, соната очень большая, в четырех частях, она очень трудная для пианиста, вот, и музыка, конечно, там абсолютно удивительная, прекрасная. Посвящена эта соната Брандукову, это виолончелист, собственно, с которым играл Рахманинов премьеру сонаты, с которым играл Рахманинов пьесы «Опус-2», которую он до этого написал тоже и посвятил также своему другу-виолончелисту. И Брандуков был одним из шаферов на свадьбе, вместе с Зелоти, ну, то есть это был близкий Рахманинов человек, в общем, я очень рада, что он написал виолончельную сонату. Я думаю, все виолончелисты и пианисты, несмотря на то, что фортепианная партия просто дико трудная, в сравнении с виолончельной, да и вообще это как абсолютно полноценный фортепианный концерт, да? Да. При этом написано, это не слушается так, что фортепиано там очень сложно, а виолончель что-то там справа подыгрывает, то есть настолько это гениально сплетено, вот. И я думаю, что да, все музыканты просто счастливы. Да, я хотела еще сказать, что повезло в том смысле, что Рахманинов ведь не писал ничего для скрипки, то есть у него есть там какие-то парочку пьес юношеских, но в целом вот именно виолончели повезло. Да, да, да. Ну, то есть получается из камерных сочинений это два его трио, да, про которые мы уже говорили ранее, и то, которое посвящено Чайковскому, это довольно много сочинений, ну, как бы как, относительно много сюит для двух роялей, это какие-то пьесы в четыре руки, шесть пьес, вот, кстати, две из них мы будем играть с Еленой 13 июня в Красноармейске и 18 июня в городе Чехов. Вот, какие-то еще произведения вот в шесть рук, то есть, ну да, из какого-то жанра камерного, а для других инструментов нет, поэтому, собственно, мы очень радуемся, потому что для виолончели, спасибо Барангухову, что он был его другом, и восстановлял Рахманинова на то, чтобы написать именно для виолончели что-то. Я сейчас предлагаю маленький кусочек второго концерта послушать, я думаю, его все знают, ну, просто чтобы напомнить, да. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА